Всем привет! Это Валерий, компания Factum Auto, доставка автомобилей из Америки. Мы выпустили подборки с автомобилями до 10 тысяч долларов под крыш, точнее это были седаны. И вроде как многим понравилось, и в комментариях у нас просили, чтобы мы сделали топ-10 кроссоверов из Америки до 10 тысяч долларов. Скажем так, задача купить автомобиль в 10 тысяч долларов, тем более кроссовер, в принципе, непростая для автомобиля с Америки, но тем не менее, в принципе, мы так проанализировали и подобрали автомобиль, который вы действительно можете рассмотреть в данный бюджет. И если вас не смущает пробег 150-170 тысяч километров, потому что для некоторых автомобилей из этого списка, ну, с меньшим пробегом их в эти деньги не купить, то, в принципе, при хорошем обслуживании данные автомобили действительно можно рассмотреть. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы получать уведомления о выходе новых подборок. Поехали! Этот топ, он не является каким-то, типа, рейтингом относительно того, какая, потому что здесь какая-то машина лучше или хуже какой-то, нет, просто это реально, вот, наверное, мы нашкрябали 10 машин, которые действительно можно уложить в эти деньги. Я начну с такого автомобиля, уже достаточно известного в Украине, это Dodge Journey. Это большой семейный кроссовер, вообще в США он считается даже полуминивэн, и это, наверное, единственная машина из этого списка, где есть три ряда и где реально комфортно сидеть в третьем ряду, и где, ну, у машины достаточно большие габариты. В нашем случае, если мы хотим уложить машину в 10 тысяч долларов, то ее максимально свежий год будет составлять 2014. Это будет какая-то минимальная комплектация, это будет передний привод, атмосферный мотор 2.4 на 175 лошадиных сил и гидротрансформатор. Гидротрансформатор – это автоматическая коробка, ну, как бы, я думаю, как многие из вас знают, это самый обычный автомат, достаточно надежный, и там, более того, он четырехдиапазонный, это, в общем, еще те старые автоматы. Ну, минус, конечно, это динамика и повышенный расход для таких автоматов, а непосредственный, несомненный плюс – это то, что этот автомат реально будет надежный, будет ходить еще долго, уже машина сгниет, а этот автомат еще будет работать. Вот. Из особенностей автомобиля, автомобиля в данной ситуации является то, что почти, начиная с базовой комплектации, у него уже есть там и задняя камера, и этот самый пресловутый третий ряд, и она действительно, если у вас там большая семья, вам нужны какие-то дальние поездки, она очень мягкая, комфортная, неприхотливая, если я не ошибаюсь, она потребляет спиртовое топливо, которое стоит дешевле. По поводу установки газа на DOS Journey, туда ставится обычная ГБО четвертого поколения, стоимостью там, в зависимости от оборудования, от 450 до 600 долларов, ну, и, в принципе, без проблем она там эксплуатируется, и, скажем так, ни одна машина уже проверена, на вторе можно найти множество автомобилей, где установлен газ. В принципе, на этом все. Про данную машину мне сказать больше нечего. Такая, ну, обычная серая лошадка, надежная, неприхотливая, ну, однозначно стоит своих денег. Следующая машина в моем списке – это Jeep Compass. Эта машина более популярная, так как имеет, ну, скажем так, внешний вид более симпатичный. Вот у нас даже один из сотрудников ездит на таком автомобиле, но она меньше, значительно меньше. Здесь только два ряда сидений, третьего ряда не дано. Обычно тоже есть передний привод, есть моторы 2.0 на 150 сил и 2.4 на те же 175 сил, что я вам сейчас говорил про Dodge. Это, в принципе, по-моему, если не ошибаюсь, одни и те же моторы. Вот. Бывает даже, если не ошибаюсь, у них вариатор самых слабых комплектаций, но вариатор брать не рекомендую. Рекомендую выбирать автомобиль с гидротрансформатором. По поводу установки газа на Jeep Compass то же самое. Двухлитровые моторы ГАЗ ставятся и моторы 2.4, в том числе, ГАЗ туда устанавливается. Третья машина в нашем списке – это Jeep Patriot. В нашем случае он может быть даже 2015 года. Наверное, самая простая, самая утилитарная машина с максимально невзрачным экстерьером, но при этом, в принципе, многие люди ее заказывают. Кстати, очень важно обратить внимание, несмотря на то, что машина недорогая, запчасти оригинальные на нее стоят уго-го. Вот. Этот момент нужно однозначно учесть при покупке автомобиля, либо рассматривать, искать какие-то лицензионные аналоги, крылья, капоты и прочие вещи, чтобы ремонт вам не влетел копеечку. Моторы здесь тоже доступны 2.0 и 2.4. Лучше брать мотор 2.4, потому что там 100% будет идти гидротрансформатор. ГБО восстанавливается как в случае с Compass, потому что моторы идут идентичные. Четвертая машина в нашем списке – это Mitsubishi Outlander 2014 года. То есть это первый год выпуска текущего кузова, который на данный момент выпускается в рестайлинге. То есть машина уже, в принципе, относительно всех тех автомобилей, которые я назвал, она имеет самый симпатичный внешний вид, она уже ощущается какой-то современной машиной. Это будет, опять же, самая простая комплектация с передним приводом, с мотором 2.4, тоже там на 178 сил. Однозначно она будет резвее за счет вариатора, но также вариатор в данной ситуации является ее слабым местом. Хотя у Mitsubishi, в принципе, не самые плохие вариаторы. Самые плохие вариаторы, как мы знаем, у Nissan, но вариатор бывает часто смущает наших клиентов. Следующая машина под пятым номером – это Mitsubishi Outlander Sport. В данном случае можно будет рассчитывать при бюджете 10 тысяч долларов, можно будет рассчитывать на 2015 год выпуска. Все знают эту машину в Украине под названием Mitsubishi ASX. То есть это маленький Outlander. Mitsubishi ASX построен на платформе Mitsubishi Lancer. Просто, по сути, это приподнятый Lancer, вот и все. Двухлитровые моторы, моторы 2.4. Если кому-то нужна механика, на аукционе даже, бывало, попадались механики нам. То есть это тоже реально. И в таком случае машина будет иметь реально небольшой расход топлива. В совокупности с передним приводом, низким весом. Ну, такая получается, в принципе, достаточно интересная покупка. Если у вас есть вот десятка, и вы хотите взять себе какую-то вот такую приподнятую машину, компактный кроссовер, ну, я думаю, что самое то. Mitsubishi Outlander и Outlander Sport. То же самое, ГБО устанавливается без проблем. Там не прямой впрыск, а распределенный. Номер 6 в моем списке это Pia 500X. И они начали выпускаться с 2016 года. Эту машину, в принципе, можно укладывать 10 тысяч долларов. Возможно, где-то она получится вам 10 511. Но я все равно включил ее в этот список. Там доступно 2 мотора. 1.4 турбо и 2.4 атмосферник. На 1.4 турбо, конечно, проблематично будет газ поставить. На 2.4 атмосферник он ставится без проблем четвертого поколения. Чаще всего идет с автоматическими коробками. Гидротрансформатор на 9 ступеней. Много ступеней обеспечивают, в принципе, должны обеспечивать неплохой расход. И, в принципе, нормальную динамику за счет коротких передач. Седьмой номер, тоже один из бестселлеров. Это Ford Escape, который все так любят и души в нем не чают. Рабочая такая себе машина. 100% вариант 10 тысяч долларов, если мы говорим о комплектации S, а самый простой. Рекомендую брать туда либо мотор атмосферный 2.5, либо мотор 1.6 турбо. Здорово, бандит. Я рекомендую брать Escape с мотором 2.5 атмосферник. Но их очень мало на аукционах. На этот мотор 2.5 ставится газ без проблем. Он надежнее, чем все остальные моторы, которые там есть. Но если вы энтузиаст и авантюрист, еще можно рассмотреть мотор 1.6 турбо на 160 или 170 сил, если не ошибаюсь. Если там, в принципе, адекватный пробег, нормальное обслуживание, то машину реально можно рассматривать, брать. Там стоит везде гидротрансформатор, если не ошибаюсь, 5-ступенчатый. То есть, ну, такая беспроблемная машина. То же самое. Берем передний привод и поехали. Минимальный расход, нормальная динамика. Следующая машина в моем списке. Наверное, самая необычная из сегодняшних машин. Это Jim City Rain. Машина с такой достаточно брутальной внешностью. Хотя, по сути, это является полной копией Chevrolet Equinox. Это технические близнецы. Машина имеет полностью одинаковые технические узлы, но при этом имеет разный дизайн. Салоны у них одинаковые. Вот, Chevrolet Equinox я не включал в наш список, потому что, ну, она, откровенно говоря, не очень. Ну, опять же, это на вкус и цвет. Вот. Что по поводу этого Jim City Rain? Газ туда ставится. Моторы 2.4, 170 сил. Коробки автоматические, если я не ошибаюсь, 5-ти, сори, 6-ступенчатые. Вот. Опять же, везде гидротрансформатор. Такая надежная лошадка, на каждый день неприхотливая. Ну, такая достаточно даже мягкая, в принципе, ну, рассматривать можно. Единственное, что из-за того, что этих машин немного в Украине, бывает проблематично найти какие-то запчасти. Но, опять же, у нас открыт eBay и прочие там площадки, которые, где можно недорого купить запчасти, отправить их в Украину. Авиадоставка достаточно быстро. По поводу цены в 10 тысяч долларов, можно, сложно, нужно брать с пробегом большим, либо подниматься до 11 тысяч. И последняя машина в моем списке, наверное, наименее потенциально интересная для многих. Но все равно, я считаю, что это достаточно интересный автомобиль, на который стоит обратить внимание. Это Buick Encore. Что такое Buick Encore? Что такое вообще компания Buick? Buick входит в концерн General Motors. И в данном случае модель Encore это мини-кроссовер, компакт-кроссовер, еще его можно назвать, который является полным техническим близнецом Opel Mokka. Они, их моторы, коробки и электроника полностью взаимозаменяема. Более того, я вам скажу, больше какие-то там двери и прочие моменты у них полностью одинаковые идентичны. В данной ситуации у этой машины идет мотор 1.4 Turbo на 140 лошадиных сил. Естественно, никакого газа туда нет смысла ставить. У машины и так небольшой расход, там порядка 9-10 литров по городу. При этом приемлемая динамика, потому что маленький вес и большой крутящий момент турбомотора, он, в принципе, дает вам возможность по городу чувствовать себя спокойно. И шестиступенчатая коробка гидротрансформатор, в принципе, не является проблемной, нормально ходит. Нормальная такая машина, в принципе, компактная для города, более чем 10 тысяч долларов, можно укладывать в 2015 год выпуска. В принципе, на этом мой топ закончился. На самом деле, сюда особо больше нечего вписывать, потому что список кроссоверов в данный бюджет достаточно у нас ограниченный. Но если вы считаете, что можно было сюда добавить какой-то автомобиль из вашего опыта, обязательно пишите это в комментариях. Возможно, в дальнейшем мы снимем этот автомобиль обзор. И если вы желаете увидеть какую-то подборку автомобилей с какими-то определенными параметрами, купе, какой-то бюджет или еще что-то, обязательно пишите. Мы тоже снимем подборку, которую там ставим в самый лучший автомобиль, по нашему мнению. Если вас заинтересовал какой-либо автомобиль из данного списка, свяжитесь с нами по контактам, указанным в описании к видео, либо напишите в комментариях. Мы постараемся дать вам лучшее решение, исходя из вашего бюджета. Обязательно подберем, проверим автомобиль и по итогу вручим вам ключи от готового автомобиля, так как мы выполняем всю работу под ключ. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось видео. До скорых встреч! С вами был Валерий, компания Фактум. Субтитры сделал DimaTorzok